Всем привет! Вы смотрите Астро Ченнел. Одна из первых важных задач для любителей астрономии – научиться ориентироваться по звездному небу. Решать ее можно разными путями, я даже записывал отдельное большое видео на эту тему, ссылка на него будет в описании. Но очевидно, что значительно упростить жизнь начинающим любителям астрономии могут мобильные планетарии, например, SkySafari. О нем сегодня и поговорим в рубрике Астрософт. Это приложение есть как для андроида, так и для iOS. Причем номинально простая версия сейчас бесплатна. Кроме того, есть версии Plus и Pro, которые стоят 8 и 40 долларов соответственно. Отличие от бесплатного приложения заключается в количестве отображаемых объектов и возможности управления телескопом. В бесплатной версии эта функция невозможна, к сожалению. Но сегодня мы рассмотрим именно бюджетный вариант для андроида, поскольку я именно им пользуюсь. Первое, на что мы обратим внимание при запуске – это красивая графика. Картинка действительно приятная для глаз. Но самая важная фича этого приложения для новичков заключается в его способности показать, какой участок неба у вас прямо сейчас перед глазами. Вы можете взять телефон в руки и сравнивать, что вы видите на небе и на экране. Картинка будет соответствовать вашему положению, как бы вы ни крутились. При этом на экране будут отмечены границы и названия созвездий, яркие звезды, планеты и луна. Таким образом можно быстро сориентироваться по звездному небу и начать изучать его. Бесплатный планетарий содержит в базе 120 тысяч звезд, 220 дипскай-объектов, планеты Солнечной системы, а также более 200 астероидов, комет и спутников. Давайте посмотрим, какой здесь интерфейс. Вы можете менять поле зрения. Либо движениями пальцев по экрану, либо с помощью кнопок плюс-минус. Теперь пробежимся по вкладкам справа налево. Sky Week. Астрономические события ближайшей недели, к сожалению, только на английском. Кнопка Night окрашивает экран в красный цвет, что благоприятно для ночных наблюдений. Вкладка Tonight показывает информацию об основных объектах Солнечной системы на сегодня. В каком созвездии они находятся, когда восходят и заходят. Также здесь содержится информация об МКС, телескопе имени Хаббла и некоторых спутниках Иридиум. Кнопка Compass включает и выключает режим автослежения за положением смартфона. По вкладке Time можно ускорить вращение Земли или обратить время вспять. Это удобно для того, чтобы сориентироваться, например, когда и где взойдет Луна или какая-нибудь планета. Для астрофотографов-пейзажистов это крайне полезная функция. Кроме того, мы можем выбрать, например, Юпитер. Нажать сначала на него, затем на кнопку Selection. У нас появится всплывающее меню из двух пунктов. Первый – Объект Инфо. Если нажмем на него, то увидим информацию об объекте. На английском языке. Второй пункт – Центрирует объект. Выберем его. Теперь планета будет по центру. Затем увеличим изображение. Теперь мы видим и детали на поверхности, и спутники. А если мы залезем во вкладку Time и запустим ускоренное движение, то увидим, как спутники Юпитера движутся относительно планеты. Следующий, возможно, самый важный пункт называется Settings – Настройки. Тут мы можем менять практически все, начиная от даты и местоположения. Мы можем настроить вид карты на цветную, черно-белую или инвертированную. Выбрать внешний вид горизонта. Можем заставить программу показать дневное время. Установить максимальную звездную величину для показываемых звезд и дипска объектов. Также мы можем убрать или добавить показ названий звезд и созвездий, их очертания и границы. К незначительным минусам приложения можно отнести невозможность. Добавить, например, свежеоткрытую комету. Возможно, для кого-то неудобным окажется англоязычный интерфейс. Но в целом, на мой взгляд, SkySafari очень удобное и полезное приложение. Особенно для начинающих любителей астрономии. А на сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А в комментариях пишите, какими приложениями пользуетесь вы. Партнер проекта – магазин Планетарий. Для подписчиков AstroChannel скидка по коду 2019. Ссылка в описании.